Привет, ребят! Вы просили лес. Вот вам лес. Вы просили тесты ножа русский характер. Вот вам русский характер. Вы просили Володя Герасимова? Вот вам Володя Герасимов. Бобра хотите? Вон вам бобер, пожалуйста, забирайте. А хотите вам еще вот собака красивая? Вот она тоже в кадре у нас маршал зовут. Задолбал всех, мешает нам бушкрафтом заниматься. В общем, ребята, сегодня ролик про сталь, про ножи и про вот этих замечательных людей. Погнали! Два слова договорить. Давайте все вместе будем ходить. Я тебя тогда убью. Ты людей не вводи в соблуждение. Тот же устынит. Тот же устынит, может быть, у тебя вот такой. Какое-то отношение имеет к кревшей кромке. А какая разница-то? Вот ты и попал. Нет ударной вязкости СПМ-ок. Нет, нету. Покупать нож даже за 20 тысяч и покупать заточку за 100 тысяч. Печешь металл, пеки и форель. Виталя! Мы закончили! Уважаемые друзья, привет! Немножко нестандартное сегодня начало ролика. Ролик на берлоге начинаем мы с маршалом. Потому что сегодня мы проехали 1700 километров. Покататься по Уральским горам и заехать к Владимиру Герасимову в кузню. С тем, чтобы посмотреть, как и чем, и из чего делается сталь для наших ножей. И в том числе для русского характера. Наша российская сталь в наших российских условиях. Как мы ее куем, как мы ее проверяем, как мы ее шлифуем, как мы ее термичим. Я надеюсь, что Володя нам сегодня все покажет. И мы с удовольствием посмотрим. Есть маленькая проблема. Заключается, что сталкиваешься и ты сейчас как лжедел. Листовые стали, исчезли. Да, они сейчас появляются. Но вот этот 22-й год был очень тяжелый. Тяжелый, да. Потому что мы работали на немецком сырье. Немецкой точно уж был. Китайская сейчас приходит, но она замечает. У нас есть одно такой интересный факт. Заключается в том, что на самом деле Нижавье еще Дамаска стали в России делать очень много. И серьезные фирмы, и в гаражах. Чуть не в гаражах. Согласен, ты уже сталкиваешься с этим. Поэтому мы немножко, не то что, мы как делали Нижавье Дамас, так и делаем, как делали Титан, так и делаем, как делали Макумы, так и делаем. Но мы ищем еще и свою нишу. У нас появилась такая идея, или как бы это правильно сказать, металл с характером, что ли. Нам прислали вот два куска. Это кусок брони от Т-34, это трак. Причем мы с тобой проект начали года полтора назад, по-моему, разговаривать. Бал-бал на клинке. То есть, да, они нам прислали, это у нас лежало, а все должно, так сказать, и хорошая вещь должна вырежаться. И то есть у нас теперь предложение. Да, это легированная сторона, конечно, углеродка. Мы делаем из этого Дамас, то есть мы вот это все вот так вот порежем, порежем на плазме. Будем делать ножи. Мы долго-долго думали об этом, какой нож все-таки делать. Но лучше всего, конечно, делать тот же самый НР-40. Но уже с этим Дамасом. И ты представляешь, насколько, какая аура будет в этом процессе. То есть в этом ноже будет кусочек истории, кусочек танка, кусочек металла, все это. То есть их будет немного, но они будут. Вот здесь у нас, кстати, в проекте будет оружейная фабрика. То есть это та, которая, в принципе, и делала те черные ножи. И еще один металл с характером. Вот это проект, но это не стопка ржавчины. Это проект под рабочим названием «Нож, который ждал тебя тысячи лет». Заключается в том, что друзья мои из Коми-Перемятского округа прислали нам 20 заготовок, которые нашли в кузнице. И по атрибутике, которые там совместно нашли, это 10-11 век. Ну, кстати, я хочу сразу обратить внимание, что, по сути, здесь есть... Даже образец ножа. Образец, да, клинка, который, ну, как бы, около тысячи лет, да, получается? Да, да, да. И он достаточно неплохо сохранился, по крайней мере, абрис клинка самого, ну, достаточно понятен. Там... Ну, надо понимать, что это мы с Володей сейчас за кадром обсуждали, это, скорее всего, просто сточено уже все. Тут самое главное, кстати, что и в том проекте, что в этом проекте не допускать каких-то исторических ляпов. Здесь интересно, анализ мы уже сделали. Это, в принципе, просто чистое кричное железо. Решил вопрос. Для первых ножей у нас даже есть дуб, выдержка, который, правда, у него не тысяча лет, а там гораздо больше. То есть это те дубы, которые находят в болотах Белоруссии, ну, и в других местах у нас уже есть. То есть есть такое желание, чтобы и дерево использовалось тоже с вековой историей, с многовековой историей. Это наш проект, связанный, грубо говоря, с импортозамещением. То есть это материал, который мы назвали его РДС, русская гендритная сталь. Мы уже обсуждали в ВКонтакте там с людьми. То есть гендритная сталь говорит о том, что это летая структура, это не порошковая структура. Содержание банадия порядка 7% до 2% углерода. И плюс 16% хрома. По всем законам металлургии он не должен коваться. У нас куется. То есть это уже, будем говорить, наши нюансы по химическому составу, наши нюансы по компоновке и наши нюансы по ковке и тому подобное. Пойдем заглянем еще в твою кондейку. Там есть интересные прототипы. Пошли, что-то покажу. Пойдем. В кондейку. Пойдем в кондейку. Пошли. Да. Пошли. Чего он там сидит рисует на моем месте? Здравствуйте. 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 У нас новый директор. Биверкнайф. У нас ключи приехали, захватывают. Разрабатываем новую модель. Вот это будет вот так. Вот это будет холстовик. Специально из крышки танка. Из чего это? Ребят, смотрите. Здесь, в общем, есть красота. Я сразу, что мне больше всего понравилось, это вот это вот. Вообще бомба. Володя, ты для заказчика под рестораны, да? Какие-то. Смысл заключается в том, что ресторан, во-первых, это ресторан специализированный на вине, ресторан специализированный на Франции. Я тебе сразу скажу, там посуда, 100-150 лет посуде только. И нужны были стейковые ножи, которые имеют, грубо говоря, французский дух. В нем Франция сохранилась полностью. Давай немножечко покажем еще вот такие вещи. Это тоже, ребят, заказная история, да, насколько я понимаю? Это заказная история, это тоже стейковые ножи. Задача состояла в следующем. То есть заказчик попросил, говорит, мне нужны стейковые ножи, которые я могу мыть в посудомоечной машине. Что бы ты сюда ни ставил, даже карбон или еще что-то при длительной эксплуатации посудомоечной машине, это химия, это температура, это влажность. Все, его все равно поведет. Поведет, начнется растрескивание. И вариант был один, сделать полностью цельный металлический нож. Ребят, вы понимаете, что с Володей можно очень долго говорить про их проекты. И мы, я думаю, что позже продолжим как-то эту историю. Тут есть про складные ножи, можно поговорить еще там кучу про всего. Но мы собрались в первую очередь проговорить... Проговорить? Поговорить про сталь. Вот здесь вот, обычно лежит моя сталь. Смотри, сколько стали. Х12МФ в России нету. Не можем купить. В чем хороши порошковые стали, да? Ведь тем, что в них можно совместить несовместимые вещи. То есть можно и большую износостойкость, и высокую прочность, например. В литых сталях этого сделать нельзя. Для нас, как пользователей, важно три характеристики стали. Первое, это износостойкость. Насколько долго она будет резать канат. Второе, это ее прочность. Насколько у нее при ударных нагрузках будет ломаться, либо не ломаться ревущая кромка. И третий параметр, который тоже нигде не описан, это резучесть. Это первоначальное стартовое усилие реза. Потому что мы любим, когда мы берем кусочек мяса, чуть дотронулись, он его разрезал. Ну, например. Вот три основных параметра. И не всегда выглядят точки дела. Да, да. И свойства стали, и все-все-все-все. И вот в порошковой стали это можно совместить. А в литой стали этого совместить невозможно. И приходится выберите два из трех, что называется. И, соответственно, мы просили Володю за счет снижения износа стойкости, нам канат резать не надо. Нам двух лосей, во, за счет снижения износа стойкости поднять максимально прочностные характеристики и сделать так, чтобы она точилась в вадовую остроту. Вот эти вот два параметра, собственно, они были сделаны. И, ну, Володь, давай потихонечку начни рассказывать. Я понимаю, что эта история долгая. Мы с вами всегда говорили, что Х-12МФ стали хорошей, но ей уже, наверное, почти 100 лет. Ну да. То есть ее разрабатывали. И за 100 лет проведены тысячи и тысячи исследований для того, чтобы повысить ее свойства. В каждом конкретном случае, это вообще штамповая сталь. Чтобы сделать из нее хороший штамп. Ну, не нож. Ну, не нож. Ну, не нож. Но даже и штамп. Например, штамп работает в таких условиях. Начинает исследователь подрабатывать вот это свойство. Ты назвал, ну, кроме этой игры, там в основном это прочностные характеристики. Ударная вязкость, твердость, в какой-то степени износа стойкость. И начинается. То есть вот эту золотую середину, как ты сказал, ее надо найти. Мы привыкли к канату. Вот все. Нажимаем и говорят только о канате. А кроме этого, в общем, смотри, идет. Абразивный износ идет, ножа идет. Адгезионный износ идет у ножа идет. Разрушение режущей кромки просто под механическим воздействием идет идет. Коррозионные идет идет. То есть их там список порядка десяти. И вот здесь выловить очень и очень сложно. Задачу ты поставил, каким образом мы ее решали. То есть разговор о том, что даже не столько подобрать стали, потому что номенклатура на самом деле очень маленькая. Нет, но мы изначально решили, что это будет Х-12. Х-12 МФ стали известны. То есть все равно мы маркетинг не исключаем. Если люди знают, то ее легче купить. Но как из этой Х-12 МФ вытащить эти свойства? Вот поэтому и приходится лопатить различные научно-исследовательские работы. То есть смотреть, как можно температурой, например, закалки, изменить структуру. Как можно с помощью отпуска опять же изменить структуру. Что надо больше? Правильно я понимаю? Таких кормидов или таких кормидов. Все, что мы покупаем. Ну вот мы там купили полтонны металла. В следующий раз мы купили полтонны металла, и это будет другой металл. Вот что делаешь? Металл пришел, отрезали определенную плашку, отправили на химический состав. Это, чтобы понятно, металлургический завод очень серьезный. Оборудование заточено на то, чтобы определять химические элементы в любых высоколегированных стали Х-12 МФ для нее не предел. Они дают нам химический состав. В Порошковых пишут, например, 8% баналий. Там 8% баналий. Там и будет 8% баналий. А в литой что вылилось из этого жбана? А в литой забивает, например, 7,5-8,5, например, если мы говорим, например, баналий. И вот этот процент или еще что-то, на самом деле, очень сильно влияет на свойства. Он может быть полностью соответствовать, но при этом у тебя не будет твердости. То есть, например, углерод будет на нижнем пределе, молибден будет на нижнем пределе, баналий будет на нижнем пределе. У тебя твердость будет ниже. Что мы делаем ковкой? Мы чего добиваемся? Ты можешь как-то правильно? Я могу сформулировать по-своему. Ты можешь сформулировать по-своему, а я тебе скажу одну страшную вещь. Ковкой мы можем ухудшить или улучшить свойства только в том случае, если она строго регламентирована. Берем просто кованую сталь и просто катаную сталь. Не вариант, что кованая. Я объясню почему. Прокатка на медзаводе, где идет, в нагрев, где идет металла? В печах. Все печи идут со строгой температурой. Если не было нарушено вот этого режима, все идет четко. Ты в кузнице, в обычный, когда был последний раз? Ну, не был. Редко, где есть печи, у которых температура. Все делается на глаз. Ворн, ворн, ворн. И все, да. Ты перегреваешь, у тебя структура становится плохая. Ты его стучишь, прокатка же, я не знаю, ты видел вообще, что такое прокатка? Это как металл пил. То есть, прокатка практически, температура сохраняется, пока все идет, температура сохраняется. Здесь мы начинаем ковать, за счет того, что заготовка соприкасается с бойками, она начинает сразу подстывать. Чуть-чуть кузнец проворонил, он уже получается, она бьет по-холодному. Что дает ковка? Вот в данном случае, смотри, в данном случае мы занимаемся только формоизменением, чтобы ты правильно понял, то есть был круг, получилась твоя заготовка, но при этом формоизменения мы, задавая, мы уже говорим даже о ТМО, термомеханической обработке, задавая определенную температуру начала ковки, задавая определенную температуру конца ковки, и плюс к этому еще дополнительно термическая обработка, мы улучшаем свойства. Да, но тем не менее, все-таки вот именно Ха-12, она была выбрана в основном еще из-за того, что как раз вот это небольшое легирование, оно позволяет гораздо проще ее ковать, гораздо проще получать лучший результат. И проковываемость стали, и мы все-таки, давай немножко обобщим, мы же уменьшаем зерно. Уменьшая зерно ковкой, мы, собственно, и увеличиваем вот эти вот характеристики крепкости, но это неправильно, прочности. Вязкости, да? Вязкости. Мы увеличиваем вязкость этой степени. А дальше, когда мы начинаем ее термичить, вот эти легирующие элементы, они не позволяют этому зерну разрастаться обратно. Если у человека меньше трех печей, ну да. Сколько печей у вас, сколько вы задействуете одновременно? Вот для закалки три печи, эта печь для подогрева, эта печь для закалки, и плюс там стоит отпускной шкаф. А теперь давай посчитаем, сколько термических операций на твоих. Нет, давай просто операции посчитаем. Значит, подожди, ты сначала сделал анализ. Сделал анализ. Отковал. Отковал в размер. Отшлифовал. Отшлифовал в предварительный размер. Подожди, сначала отпустил, потом шлифовал. Да, отковал. Отпустил, отшлифовал. Потом идет одна закалка. Не будем говорить тескать температуры. Шлифовка есть у нее? Нет, после этого еще нету, потому что ты в каленую, она не магнитится, там если у тебя устанет. Слово знаешь такое. Знагомое слово услышали. Да, да, да. Значит так, закалили, отпустили, при определенной температуре, отшлифовали, закалили, отпустили, 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 и окончательная шлифовка. 12 операций. 12 операций, которые позволяют, ну на сколько там, на 5-10% поднять свойства. Но ведь самое главное, это пользование ножом. Да. И самое главное, пользование самим мастером. Поэтому то, что ты там у себя на рыбалке, на охоте пользуешься, мы верим, доверяем, все хорошо. Завтра едем в хорошее место, садимся и пробуем. Мы просто смотрим, что из себя представляют эти ножи. Знешной человек, ты мне сколько тонну уже отковал, и ты собираешься что-то пробовать. Я что, по-твоему, идиот? Я буду делать из тонны металла ножи, которые не попробованы. Ну я-то хочу тоже посмотреть. Так, пока они там спорят, значит, у кого там какое криво лучше. Ребят, мы сделаем следующее. Прежде чем поехать на Тургаяк, куда они собрали, чтобы тестировать ножи, мы отправимся в институт, где посмотрим на его сталь под микроскопом, и чем же она все-таки отличается. Я думаю, для начала мы сделаем это, а потом уже проведем все тесты. Погнали. Здесь образцы после ковки и отпуска первого, здесь уже после закалки. То есть, например, Х12МФ, там карбиды образуются, ну, при кристаллизации, и они вообще, если ты увидишь литую структуру, ты, там, ну, такая эфтектика. А они лидобуритные. Да, она получается эфтетика лидобуритная. Ты ее начинаешь разбивать, и она вот до такой степени. А это практически в литом состоянии. То есть, это за счет нашей технологии, Виталий, как раз в том, что мы говорили. Кормит ванаде раньше образуется. То есть, при охлаждении, ну, раньше, он там, Валера, что там, не помню, там, 1600, где-то 1700, ну, так вот. То есть, он в литом состоянии образуется мелкий, а хром, он дает груб. Вот самый главный принцип ковки заключается в том, чтобы вот эти крупные карбиды раздробить и получить хотя бы ту такую равномерную структуру, которую ты видел. А, Виталий, к вопросу о многочисленных булатах, легированных, нержавеющих, заключается в том, что они в Тигре выплавляют ту же Ха-12МФ, и там получается крупный структуру, а, ну, там можно посмотреть, вот там, да, там же есть, помните, ледобурит это. Они получаются крупные, и когда маленький слиток, ты его все равно не можешь, там, большую степень деформации, там, небольшая степень, они разрушаются, но распределение у них сохраняется, и получается, как они, квази-квази булатный узор. Но там карбиды очень крупные, здесь мы, вот, которые мы нашли, там, 20 микрон, это единица, ты сам видел, остальные все, ну, чуть-чуть побольше вот этого ваналия. Ну, поэтому их рекомендуют тачить грубо. А, получается, те, которые булатные, они очень агрессивный рез, потому что, представляешь, вот такая вот глыба вылезла на режущую кромку, но при этом карбид, о чем мы всегда спорим, он твердый, но он хрупкий, он бывает даже сам карбид разрушается, то есть это можно там нарисовать, показывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это рыба свежая, вот так вот, а в магазинах не продается, это вам не Москва. Хочешь покусить, иди поймай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И плюс микроподвод На качество реза этой рыбы Здесь играет не качество стали Здесь играет геометрия Виталь, хочешь сделать вкусную рыбу Любую Приготавливай ее Делай ее свежей Вот это самое главное условие Что с твоей точки зрения влияет На первую часть стартового усилия реза С точки зрения металла Вот у Сереги Жирова На днях вышел ролик И в этом ролике Он сравнивал два ножа Резал канат Один нож был из Р6М5 Второй из ШХ-15 И вот ты понимаешь Что самое интересное Я не помню какой там что Кому надо, тот может посмотреть Но факт в том, что Один разобрал пять лосей И очень херово резал канат А другой Переточен уже после лосей А другой на половине лося сел Зато он офигенно резал канат Имеется ввиду в тестировании Вот мне кажется Я не до конца могу сформулировать эту историю Но мне кажется, что мы неправильно рассматриваем Наши ножи Вот с точки зрения науки Понимаешь, все ножи, которые в книгах описаны Они, это промышленные ножи И речь идет о заточке этих промышленных ножей Ножи, которые либо рубят И там все ножи, да Они либо рубят, либо строгают То есть у них нету поступательного движения У них есть вот только процесс рубки и строгания Все промышленные ножи так работают Как только в промышленности где-то надо поступательное движение Используют что? Используют пилу Пила пилит И вот мне кажется, что я не до конца готов сформулировать эту идею Я над ней думаю Но мы неправильно относимся к ножу К ножу надо относиться как к пиле И рассматривать его с точки зрения пилы Потому что есть бритва Есть скальпель Есть нож И это три совершенно разные вещи То есть бритва, она, ну, бреет У нее то же самое строгательное рубящее движение И вот мне кажется, что нужно подойти К вопросу Ну, в данном случае Ох, какой ветер поднялся Работы по продуктам По рыбе, по мясу По всем этим вещам Подходить именно с точки зрения пилы Но тогда мы уходим условно в сторону серрейтора Который, да, будет отлично резать Но при этом он абсолютно не будет строгать И абсолютно не будет рубить Да, но нет То есть потеряем здесь характеристики Да, но нет Ведь размер этого серрейтора Он может быть очень разный Зубья могут быть очень большие Как на серрейторе Либо на пиле А могут быть очень маленькие И рассматривать стойкость режущей кромки Надо попробовать Я никого не заставляю Я просто предлагаю Попробовать рассмотреть стойкость режущей кромки Именно с позиции удержания Вот, чтобы они не ломались Эти зубчики маленькие Они там микроны А заточка на грубых камнях нам не дает? Совершенно верно То есть мы, повышая там гридность камня Мы уменьшаем вот этот размер этих зубчиков И дальше характеристика стали начинает работать Потому что далеко не каждая сталь Готова, например, грубую заточку Хорошо держать Они начинают выламывать эти зубчики И у тебя все У тебя проблема мыльный рез сразу Вот какая-то, опять же, как правильно точить нержавейку Нержавейки, они же все противные Они же, ну, отвратительно мылят Ну, очень быстро начинают мылить Почему? Потому что они не держат Вот эти вот зубчики, они не держат Они там разваливаются И она начинает мылить Поэтому нержавейки точат Вытачивают очень сильно Ну, там, 7-5, 3-2 А потом делают шаг назад Чтобы создать Риску задать Да, и еще желательно в другую сторону Эту риску задать То есть вот профессиональные заточники Добиваются таким образом И это работает очень долго потом Это режет достаточно долго И мы старались Вот в этой Х-12МФ ТМО С Володей Мы старались повторить эту историю Чтобы она хорошо держала грубую заточку Потому что в основном у нас рез поверхностный Поверхностный рез Это надо коснуться Чтобы оно сразу прорезалось Зацепилось Вот цепляются зубчики А дальше начинают работать Корбидики на этих зубчиках Понимаешь, которые есть Все это нам Ну, это микроны Это микроны Но принцип остается Вот на мой взгляд Вот это более правильная история Я же, видишь, теперь снова охотник Я обещал, что я не займусь больше этой ерундой Пока не заведу собаку Я завел собаку И теперь я очень много Участвую во всем этом ужасе С разделкой этих зверей Ну, потому что просто интересно С ребятами потусоваться, съездить Мы этим русским характером Одним, поинтером Маленьким поинтером Разбираем двух лосей Ну, он подсаживается немножко Десять движений на мусате Все, он готов еще два лося сделать И это к вопросу о том Что мы снизили Износостойкость Да? Подняв прочность И стартовое усилие реза У меня такое ощущение Что ножеделы придумали даже свою металлургию Все Есть обычные, стандартные термины И ими надо пользоваться Потому что, придумывая новый термин Ты его не найдешь в литературе И никогда не сравнишь с стали Смотри, мы с тобой говорим Что есть методика измерения Ударной вязкости Есть методика Совершенно конкретная Она не имеет никакого отношения К режущей кромке ножа Это методика Имеет Она имеет Как у любого материала Она имеет Но она, знаешь Там есть одна Огромнейшая проблема Все инструментальные стали Куда входят И ножевые стали Они имеют хрупкое разрушение Живая сталь в мире одна Нет, ну в смысле Ножевая сталь Я подразумеваю 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 То, что ножеделы Засовывают свои клинки Это все равно Все ножевые стали Но Смысл в том Что у них у всех Хрупкое разрушение То есть Ты, например Берешь конструкционную сталь Начинаешь ее Хоть на ударную Хоть начинаешь Там растягивать Чтобы предел прочности Там тоже Эта вязкость Показывает И у нее есть Сначала Зарождение Трещины Рост Трещины И так далее И тому подобное Потому что Она разрушается Но там есть Пластическая деформация А инструменталка А инструменталка Только-только Там бывает Нету Вот этих всего Нету пластической деформации Она просто хрупко разрушается То есть получается Что величина Такая, знаешь Не стабильная Поэтому Открываешь Любой ГОСТ Как померить Ударную вязкость Режущей кромки Есть Как сказать В лаборатории Вот я тебе говорю Что В ГОСТе Этого нет Я тебе не об этом говорю Да это не только Не только Режущей кромки Но нет Даже Ударной вязкости Например Быстрореза Нет ударной вязкости СПМ Нету Нету В ГОСТе В лабораториях Это делают Но там сравнительное То есть Начинаешься там Это самое Определили Там Сколько-то показали Что-то изменили Они берут совершенно определенный кусок Определенных размеров стали Есть тест с надрезом Есть тест без надреза Есть и хрупкое Какое это отношение Имеет к режущей кромке Никакого Почему металл разрушился Ты сделал ударную вязкость Ты посмотрел Одно дело Ты получил математическую величину Ну то есть При какой оно произошло Разрушение А второе Ты смотришь Этот скол И ищешь причину Почему этот металл разрушился Вот что самое главное Так же у тебя Кусок Твоей Режущей кромки Давай сейчас попробуем Выломаем что-нибудь И посмотрим Кусок режущей кромки Вламывается Да сломается Режущей кромки И смотришь излом И ты четко смотришь Какой он там Межкристаллитный Транскристаллитный Еще что-то То есть Ты причину этого разрушения В принципе понять можешь И дальше что Какое это отношение Имеет к режущей кромке А какая разница-то Большая разница Есть геометрия Есть толщина стали Я не беру характеристики стали Вообще Зря Как сравнить ударную вязкость Двух режущих кромок Чем будет выше ударная вязкость При одной и той же твердости Вот например Углеродка И нержавейка Обе закалены на 60 единиц То есть вроде бы Параметры одинаковые Правильно? Вязкость у кого выше? Гулеродка хороша Ты посмотри Она лучше держит У нее нету корбидов По границам зерен Там еще что-то А вот нержавейка У нее вся проблема Ты сегодня там посмотрел Ты все Вот сейчас по устаниту Прикалываешься А самое плохое Что там не устанит А корбид хрома Тот же начинает Выделяться по границам зерен Ты его чуть нажал И вот у тебя вся кромка Вывалилась Почему до сих пор 50% серийных ножей В Европе Делается из углеродки Потому что Ну хабаны Конечно Только наши Что? Порошковые Они не знают что это такое Они не знают что это такое Знают Все Я вопрос Вологии С точки зрения Порошковая металлургия Повышает ударную вязкость И повышает Прочностные характеристики За счет того Что мы сегодня показывали Например Даже в той же Х12МФ Ты же видел на микроскопе Корбиды Некоторые Не в НИСЕ Все корбиды Достаточно мелкие А некоторые корбиды Величиной там 20 микрон попадаются Или еще что-то А в порошковую металлургию Вот если например Ту же Х12МФ Сделать по технологии Порошковой Все корбидики Будут мелкие 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 Все За счет этого Повысится ударная вязкость Вот при одном И том же составе Но Я тебе говорю У меня была статья Аж 70-го года По порошковой металлургии Вот например Берем одну и ту же сталь Быстрорез Например Р-18 Сделанный По стандартной технологии И Р-18 Сделанный По порошковой технологии По порошковой технологии Виталий Как я говорил Корбидики мельче Соответственно Прочность Вполне возможно Что будет выше И показывает Что ударная вязкость выше А износостойкость Оказалось ниже Вот как ты сейчас Виталий Рассказывал Про серрейтор То есть вот эти Корбидики Они не выходят Их нету Они мелкие То есть они Как корбиды Они не играют Ну на самом деле Чай вскипел Ну и все Наливайте Можете мне даже Кто-нибудь налить Наливать что? Вопрос Кожа или мусат? Ну кожа спас С какой-то Либо мусат Да ну еще раз Кожа Это Почему я пропагандирую Кожу с пастой Кожа с пастой Это великая вещь По той простой причине Что человек на профиле Точит нож И он его точит 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 7, 5, 3, 2 Там я не знаю Ну пофигу А он у него салфетку не режет У этого новичков Очень часто Так вот кожа с пастой Бланк с кожей Например Он гарантированно позволяет Убрать заусенец Заусенец Это мать всех проблем Люди Заточили Идеально свой нож Но в конце Не убрали заусенец Это можно сделать Разными способами Есть более продвинутые Способы Есть еще там Какие-то Но кожа с пастой Это гарантированно Убирает заусенец Ты сейчас говоришь Про заусенец И про заточку Я говорю Про вот эту вот Риску Вот я тебе рассказываю Кожа Откуда пришла кожа Кожа пришла Ну хрен знает Пришла Вообще она пришла От опасной бритвы На самом деле Потому что Когда ты хочешь добиться Хорошей работы с деревом Когда ты хочешь С волосом Когда у тебя Именно строгательные движения Кожа гораздо лучше Кожа гораздо лучше Потому что Она подмыливает Вот эту вот Подполировывает Правильно говоря Теряющую кромку Но когда ты пришел На охоту Тебе надо разобрать лося Кожа не работает У тебя нож будет мыли Тогда мусадик Понимаешь Как только у тебя Начинает работать пила Тебе надо сделать пилу Как только тебе надо строгать Тебе надо сделать скальпель А почему мы не можем Тогда нахер Выкинуть кожу Использовать только мусад Я условно мусад Ну А мектаринус Что-то такое Я тебя огорчу Тем Что мусад Даже Самый тоненький А Он создает Подвод Не надо фантазировать Что ты там создаешь линзу Там никакой линзы нет Там прямой подвод Тихо 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 Мы сейчас не говорим Что это там Должно быть скальпель Это первое Второе Он создает заусенец Любой абразив Всегда создает заусенец И дальше вопрос Ты У тебя руки поставлены Чтобы Не сломать На мусаде Нет Чтобы на мусаде Его же и убрать Это можно сделать Прям весом ножа Очень аккуратно Чуть-чуть добавив уголок Его можно отломить Этот заусенец Но гораздо проще Сделать пять движений По коже Даже не обязательно С пастой А ты не думаешь Что за счет кожи У тебя снова Амольный рез появится Не у меня не появится Но это у тебя не появится Характеристика Стали Если ты берешь 440 Там какой-нибудь С Из Китая Это одно Если ты берешь Х12 От Володь Герасима Или СПМ 3В От Америкосов Это другое дело Там Ну то есть Там кожа ничего не испортит Ну то есть Достаточно там 5-10 движений на коже Чтобы гарантированно Убрать заусенец Не надо точить нож на коже А ребята Которые Реально занимаются Бушкрафтом Они предпочитают кожу Потому что там В основном Строгание По деревяшкам Потому что они не могут Поправить на мусате Если мы говорим Про скандию в ноль Вот и все Да почему не могут Вообще без проблем Ну подвод они сделают Да И что А на коже Ты можешь по этому Гладить По спуску На коже линзу сделаешь Ну вот под линзу У тебя контроль Сразу пропадает То есть на самом деле Скандия в ноль Выдержит Гораздо большие нагрузки Чем линзы Даже линзы Ну в 40 уже где-то сравнима В 40 уже сравним А линза в 30 градусов Не держит Ничего вообще Ну то есть ничего вообще Это мы берем Строгание березы И березового сучка Строгание березового сучка Линза в 30 градусов Она разваливается Просто в лохмоть Сразу Сабля Очень интересный пример Там все Там очень сложная геометрия Обух толстый Потом вогнутые спуски Потом скандия в 30 градусов Там все сделано разумно У тебя есть хребет толстый Дальше есть облегчение веса И дальше есть скандия Чтобы это херачило Ну зачем Есть чистые проверенные Классические формы Зачем вот такие извращения А ты что предлагаешь Я предлагаю чистые проверенные Классические формы Какой? Для тебя нож для чего? Нож? Да Для того чтобы С одной стороны резать Но с другой стороны С другой стороны Чтобы он был ремонтно пригодный Ну-ка мне расскажи Отлично Отлично Это очень круто Это очень круто При ремонтно пригодный нож В скандии Очень тяжело ремонтировать Очень тяжело И точно так же тяжело ремонтировать Я не фактически Люди присылают нам И мы ремонтируем Мы переспускаем эти ножи Да Да Потому что сам человек на камнях Ну это можно с ума сойти Ничего не сделает А с линзочкой Все совсем по-другому Тоже та же самая история Да ты что? Ну конечно Че ты? Да вов Просто проблема в том Что ты начинаешь точить нож Не надо точить нож Надо точить ревеншую кромку На линзе Не надо трогать Спуски Голомень Не надо трогать И все сразу стоит на свои места Устройство от профиля Сейчас они все позволяют Точить линзу И пожалуйста Короче пускай не спорят А я скажу следующее Игорь Лукинов Значит Благодаря конечно Володе Он тестировал наш русский характер И резал приблизительно Подобной же сталью Там от одной из тестовых стали Резал Серега Жиров Серега 700 раз отхерачил И говорит Блин она бы резала дальше Если бы не геометрия для жизни Если бы это была геометрия Она вот тысячу отрезала Это очень хороший результат Он ну то есть Игорь Лукинов как говорит Он говорит очень правильно Два лося это 350 резов Ну ты либо в камни ударишь нож Либо ты его обмангал Еще обо что-то Нож пострадает гораздо быстрее Чем закончатся эти 350 резов Износа стойкости Поэтому гнаться за износа стойкостью Мы не хотим 10 движений на мусате Как ты правильно заметил И у тебя снова нож готов сделать два лося Вот именно такая концепция Заложена в сталь Которая используется в русском характере А почему здесь русский характер? Мы все кастеры Не, а что в геометрию? Не геометрию, но потому что ты линзу Можешь позволить себе сделать два движения на мусате И это будет работать Нет, сканди ограничения сканди Они остаются Их никто не убирает Но я не смог сломать нож Из этой стали Сканди нож Я на дереве ни на каком не смог его сломать Я очень устал Я замучился Я не смог Я пошел рубить гвозди Первый раз в жизни я пошел рубить Потому что я не понимаю Это так работает Это мелкое зерно Это вот эта вот структура С правильным остаточным аустенитом Остаточный аустенит Он Все стараются от него избавиться А на самом деле При ударах у тебя же Ломается не сразу Сначала у тебя начинают появляться трещины В любом материале Объясни очень просто для аудитории Что такое остаточный аустенит С карбинами все сегодня разобрались Не важно что Да не важно что Это то же самое Что объясняет людям Что такое радиация Есть этот остаточный аустенит И ты его можешь убрать Опустив в минус 200 градусов То есть продолжив термообработку Охладив его в крив И когда ты его убираешь У тебя получается очень сухая сталь То есть твердость начинает расти Остаточный аустенит делает Но Да Но вязкость-то при этом падает Очень серьезно И там происходят Это последние вот Ну статьи Которые я читал у американцев Русские конечно Этим не занимаются У тебя образуется трещина От ударных нагрузок В стали И ты чем сильнее Начинаешь применять То есть чем сильнее Вот эту нагрузку Начинаешь давать Аустенит начинает Затягивать эти трещины Там происходит волшебство То есть казалось бы трещина И дальше он должен сломаться А он вместо того что Это микротрещина мы имеем Естественно Она маленькая Она там микроны Микроны Вот это достаточно аустенит Как Володя говорит По краям зерен Он начинает затягивать трещину Не позволяя сломаться Ганс Кристиан Андерсон Он же Бобровский Вот Это о чем Мы сегодня замечательные Как девушку звали Володь Маша Мы с Машей начали Она меня прекрасно поняла Потому что это молодой Специалист Который изучает А не то что Да А не то что вот эти вот Пердуны старые Они начитались Учебников 60-го года И все И ку-ку То-то Денис Фролов Ищет по порошков Металлургии Книги 70-го года Потому что в 70-х годах В 70-х годах Из порошков делали Шестеренки А не ножи На ящик коньяка Или как А исследования по ножам Исследования по ножам В России Не проводились никогда На ящик коньяка Или как Днепрспецсталь Когда сделали Там что Не помню Как называлась Сталь-то у них Ди какая-то Ди 90 Ди 90 В каком году Ну давно Я не знаю В каком году Да ты еще не родился Ну да Это Ну конечно 60-х Какая-то Честеренка Ну окей Согласен Я Виталь Слышал Я же не об этом тебе говорю Володь Я тебе говорю не об этом Нет Кирилл Как сказать Развитие есть развитие То есть оно будет понятно Что сейчас конечно Сейчас какие стали Раньше их таких не было Это понятно Технологии поменялись Оборудование поменялось Это понятно Сравни машину 60-го года И машину 2020-го года 60-го нравится больше Правда Так и нет Я же говорю о чем Что Исследования На тему Ножевых историй К сожалению В России Да не в России В мире В мире они проводятся Вот мы с этим Молодым специалистом Машей Тут же поняли друг друга Мы тут же нашли переводчик Технический переводчик Потому что читать Эти тексты Очень тяжело Понимаешь И мы тут же Друг друга поняли А ваши вот эти Профессора И ты в том числе Вы даже слушать Не хотите об этом ничего Так ну так нельзя Про что Про остаточный А устынит Он даже не понял про что Я даже Не знаю про что Он говорит Вот именно Вот именно Продолжение следует Гоф, это очень вкусно. Гоф, это пипец вообще. Гоф, это очень вкусно, и готовишь хорошо. Друзья, с 30 марта по 2 апреля в Москве в Мейнстейдже как обычно пройдет выставка Хренок. Мы вас всех приглашаем, приглашаем на стенд во-первых в берлоге. А во-вторых, Володя Герасимову, Кирилл будет на обоих стендах, он будет там бегать периодически, со всеми тусить. Ребята, у нас, к сожалению, новинок мы не успеваем сделать к этой выставке, поэтому мы просто воспользуемся дружественным предложением друзей и просто положим наши ножи. Если кто-то захочет поддержать Х-12МФ ТМО в руках, то пожалуйста, Володя Герасимову это можно сделать. А кто захочет поддержать русский характер, тебе мы дадим ручки. Значит и желающие могут соединить, понимаешь? Держи ручка. Ну и еще там мы какие-то свои ножи немножко положим. Можно, да? Мы свои ножи положим. В общем, друзья, приходите на Клинок с 30 марта по 2 апреля. Всех ждем. Все эти замечательные ножи будут у Володи Герасимова в первую очередь, потому что он все-таки изобретатель этой стали. Мы вас всех ждем. Очень. Я надеюсь, этот ролик вам понравился. Снимался он не просто, но, тем не менее, попытались поговорить про стали, про химические свойства, про термообработку. Ну и, конечно, немножко что-то еще потестировать. И, конечно, про рыбу. Гостеприимство Урала не знает своих границ.